Сиротам и молодым людям, оставшимся без попечения родителей, начать самостоятельную жизнь после достижения совершеннолетия помогают государство и самоуправление. В Дагу вбелся такая поддержка в 2020 году заметно увеличилась. Более 10 ребят получили от самоуправления квартиры, которые практически готовы для проживания. Значительно увеличилась и материальная поддержка для благоустройства жилья и другие социальные гарантии. Решение увеличить поддержку сиротам было принято, поскольку средств, ранее выделяемых на ремонт и благоустройство квартир, было недостаточно для того, чтобы молодые люди, зачастую не имеющие никакой поддержки со стороны семьи и постоянного источника дохода, могли начать новый этап жизни в уютном жилье. Одним из самых важных дел в уходящем году было то, что мы увеличили пособия, которые полагаются ребятам после того, как они уходят из институции в несемейной опеке. Это и единоразовое пособие на обустройство квартиры, которое теперь составляет 1000 евро, и пособие в 600 евро на приобретение мягкого инвентаря. Дополнительно к этому есть ежемесячное пособие в 200 евро, пособие на квартиру и здравоохранение. Надо отметить, что по отзывам менторов из соцслужбы и самих детей-сирот, все эти пособия действительно очень хорошие подспорья для того, чтобы ребята смогли начать самостоятельную жизнь. Повысились и стандарты, согласно которым муниципальные квартиры готовятся к сдаче в аренде. Теперь жилые помещения не просто соответствуют всем критериям технической безопасности. Также выполняется их косметический ремонт и другие улучшения, чтобы жилье действительно было готово к проживанию. Я думаю, что каждый понимает, что эти дети, которые живут непростой жизнью и достигнут совершеннолетия, начинают самостоятельную жизнь, все-таки нуждаются в том, чтобы входить в нее уверенно и чувствовать определенную обеспеченность. Когда выяснила ситуация, что квартиры, которые они получают согласно закону, зачастую оставляют желать лучшего, кроме самых минимальных требований, там ничего нет, они сами делают ремонты, то, конечно, депутаты предложили сумму на ремонт удвоить. И сегодня приятно констатировать, что службы с этой задачей справились, и сегодня никаких нареканий по ремонту квартир, которые выдают сиротам, нет. Ремонт квартиры не всегда решает все задачи, которые связаны с бытом и обустройством условий для жизни. И сегодня, когда увеличилась поддержка самоуправления для таких нужд существенно, молодые люди могут обеспечить себя всем необходимым и даже посмотреть, как это сделать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Я уверен, и эти средства будут использованы эффективно. Начать самостоятельную жизнь и разумно приобрести все необходимые в быту вещи молодым людям помогают сотрудники социальной службы. При необходимости они оказывают не только менторскую, но и психологическую поддержку, что очень важно на этом ответственном жизненном этапе. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга Дагуфилской городской думы.